Ну вот, у нас ёлку собирают. Сегодня 26 ноября. Всем хорошего дня, хорошей субботы. А я иду на дачу. Всем привет! Ну вот, я на даче, всё хорошо. Смотрю. Ого, кстати, никогда не показывала вам. Это лётность, лётная форма моего отца. Вот так вот. В общем, моя косметичка здесь такая дорожная. Я с ней в Сочи летала. Это в чём я пришла. Я взяла на тест вот такой кофе. Ну, а так, ашан. Вот, хочу попробовать. Если он по вкусу будет такой же, как там, я не знаю, к чему мы привыкли. Монарх, там, ну, сублимируем, растворимый. Вот, там, я не знаю, ну, к чему мы привыкли. То есть я перейду на эту марку, вот и всё. Вот, и мой любимый мультик идёт. Не знаю, про души, ну, в общем. Вау, это in you, New York. Ну вот, ладно. У меня очень много всего. Сейчас я переведу камеру на себя. Я так давно не записывала видео, если честно. Я уже забыла, как это делается, короче, реально. Ну вот. А, это ничего не реклама, ничего я ни копейки, ни цента, ни копеечки, ни рубрика, ни лиры. Ничего я не получаю за это. Ну, пахнет немножко таким, знаешь, как, немножко жестковатым таким кофе. Но он ничего не пережаренный. Ай, подожди, за камеру взялась. Сейчас. Вот такой кофе. Ну всё, я сейчас пью кофе с мороза. На улице так хорошо. У нас ёлку стали ставить у Куба. Это, это... Сейчас я сделаю кофе, я попью. Запишу с вами влог. Не знаю, буду монтировать. Нет, может быть, я... Ну, уже не получится, потому что уже по-любому кусочками получается. Вот. Ну, смонтирую влог, потому что давно не монтировала, а публикую. А вот. Сейчас я вам новости кофе налью, и вам новости расскажу. Ну, проща. Так. Ну, я уже с вами приветствовалась. В общем, кофе сейчас я пробую. Я даже уже накидала небольшой сценарий по поводу... Ну, не то, что сценарий, а типа контент-план, потому что я не появлялась около двух месяцев, наверное, да, на Ютубе. И даже больше того скажу, что я перестала даже блогеров смотреть, которые мне были интересны. Ну, просто у меня на это нету времени. И как бы даже вот вечером, да, ты ложишься когда слушать наших пропагандонов. Я под них прекрасно засыпаю. Я под соловья прекрасно засыпаю. Слушайте. Сейчас проверю. Ну, просто я уже молоко добавила. Обычный. Я не... Ну, как бы обычный. Ну, вот. Это. Не буду я ни о чём. Ни о экономической ситуации, ни о спецоперации, войне. Ни о чём не буду. Потому что прям... По-живому. Прямо по-живому. Вот. Значит, смотрите. Я сейчас занимаюсь дачей. Вот у меня есть выходные дни. Я занимаюсь домом. Там. Вон я тюль повесила. Мою всё. В общем, как обычно. Потому что частный дом, он требует постоянного прикладывания рук. Ни сколько денег, сколько рук. Потому что деньги-то уже приложены. Вот. Я постоянно вот сейчас сделала такую интересную вещь. Я наношу плиту, которая с камин... С одной стороны камин, с другой стороны там плита. Но мы же никогда её не пользовались. Нам не надо. Я на неё положила книжные полки. Со второго этажа спустила. Пока не хочу крепить, короче. Я их так положила. В общем, я так книги свои сложу. Потому что я с Сочи привезла много книг. Я успела сделать заказ до подорожания. Потому что книги очень дорогие. Я тогда зашла в Читай-город в Сочи. Я обалдела. Там такие цены просто. Обычная бульварная там... Прости, господи, жёлтая, а не жёлтая. Лёгкая чтива стоила от 250 рублей. Думаю, ну нахренеть надо. Вот. Ну, в общем. А я заказала много книг по экономике, по интернет-вещей, маркетинг, работа торгового... Организация работы торговых представителей. И вот. В общем, вот так вот. Интересно. Я всё никак не могу. То есть сейчас я вот Новый год. Я привожу в порядок дом, привожу в порядок квартиру. Решаю свои вопросы. Потому что мне нужно будет себя в порядок привести. И по работе там, и то, и сё. В общем, когда я что-то успею, я не знаю. Потому что ещё хочу съездить на садовод. А как же, надо на садовод сгонять. Надо мне закуп сделать. И подарки, и закуп для себя. Вот. И когда я что успею сделать, хотела к Матронушке съездить на Таганку. Сейчас понимаю, что у меня ни настроение, ни времени, да ещё и холодно. И у нас на зелёной ветке на нашей. Получается, до Мазедовской, а только до Царицыно едешь. Царицыно до Автозаводской, а поезда не ходят на полгода. То есть я попадаю либо на ЖДшку до Павлика, а чтобы мне до ЖДшки дойти, до нашей станции. Там ещё этот мост, я не знаю, его чистят, не чистят. Там такую мастяру сделали. Я люблю старую станцию. У нас была старая станция авиационная. И там просто ты на стил проходишь, и всё. И ты на станции. А тут сделали этот мост, и очень многие отказались от ЖД-проездок отсюда. Ну, в пользу маршруток. А сейчас перекрыли часть зелёной ветки здесь на юге. Наверное, соединяют Каховку, там вот это всё. И поэтому, ну, поэтому как бы технически всё понятно. Вот. И как бы я попадаю. Не знаю, в понедельник мне на медкомиссию надо ехать. 28-го я поеду подтверждать медкомиссию и проходить второй год. А получается, что я... Ну, у меня либо смысл ехать до Домодедовской, либо до Домодедовской брать там такси дальше, куда мне надо. Либо я еду, получается, до ЖДшки, до Павлика. Ну, в общем, не знаю. Я посмотрю, потому что мне нужно не с утра попасть туда, а ближе к обеду. Вот, потому что там утром очередь. Ну, есть такие отмороженные. Ну, нельзя так говорить. Есть такие вот замороченные люди, которые надо вот к восьми там, я не знаю. Вот. Ну, это частная клиника там с девяти. Пройду я ещё раз эту самую медкомиссию. Вот. И потом, если у нас что-то поменяется, судя по тому, что Китай нам... Нас готовят, нам показывают Китай, как он готовится к... Что типа опять всё закрывается, ковид-ограничения. Я чувствую, что нас тоже будут прикрывать потихоньку. По крайней мере, я думаю, что маски и перчатки нам видят. Но это лишь моё, ну, как сказать, моё видение такое. Потому что два года назад нас тоже так же готовили. Нам показывали ковид-ограничения. Начали всё с Китая. Тиктау. Опять так. Вот ещё. Ещё я готовлю письмо. Такое письмо. Всё-таки в этом году, в 2002-м, я, считай, шесть месяцев, полгода прожила в Сочи. То есть, считай, февраль, март, апрель, май, июнь. Июль. Июль, да. 31 июля я вернулась сюда. То есть, я пишу письмо году. Вообще, есть такой ритуал. И мне ещё про бабушка рассказывала, что они писали... То есть, в оригинале ритуал звучит так. Ты пишешь письмо уходящему году, ты его благодаришь. То есть, ты представляешь, что начало года это был молодой человек, а конец года это был старичок. И надо хороший тон считается, типа, поблагодарить этот год. Письмо. Либо ты отправляешь самой себе через почту. Ну, это какое-то извращение. Я не буду... Я как бы оставлю... Я пишу письмо, напишу я его, конечно. Не знаю, буду ли я в соцсети его публиковать. Я не знаю. Потому что я благодарна 22-му. Но вместе с тем, 22-й год очень много горя людям принёс с этой войной. То есть, я-то крупица. Чё там? Я флэш. Просто ты флэш. Ты снежинка. Вот. Поэтому я не знаю. Я посмотрю. Я эту открытку оставлю у себя, у ёлки. Буду их собирать. Наверное. Я имею в виду года. И благодарность. Ну, я очень благодарна, да, 22-му году я смогла. Я смогла в чужом городе. Не просто город, а курортный город. Я смогла там выжить. Я смогла организовать быт с нуля. Потому что у меня вообще ничего не было. Вообще ничего. То есть, считай, что ты вот с рюкзаком приехала, и всё. Я там организовала. Я столько шмоток. Я успела до кризиса купить книги, шмотки. На работу. Я пошла там работать. Работала в недвижимости. Пускай я ни копейки не получила в этой недвижимости. Я получила опыт. Я получила опыт. Я познакомилась с хорошими людьми. Обалденными. Сейчас уже на связи ВКонтакте. Они уже пишут, типа, что мы давно ушли. Мы давно там-то, там-то, там-то. Но всё равно. Я с ними знакома. Я рада. Я со многими людьми познакомилась. В Сочи мне многие помогли. И соседка Катюша, и дочка её Света. До сих пор чёлка у меня. Отросла чёлка у меня. Отросла. Это вот это. Это чёлка. Вот. И, блин, я так благодарна. И знакомые там у меня были. И друг у меня там был. Не один. Которые в Сочи ещё помогли. Я знала, что если мне что-то совсем хреново будет, они мне просто помогут вытащить от меня. Блин, классный. Вообще шикарный город. Я прям... Не было ни разу, ни дня, чтобы я не вспоминала Сочи благодарностью и желанием туда вернуться. Ну, короче, я не знаю, как жизнь сложится. Пока что не до Сочи. Пока что я занимаюсь тем, что я работаю, зарабатываю деньги, чтобы закрывать те линии кредитные, которые я расфигачила в этом Сочи. Ну, совсем расфигачила. Но, естественно, что... Когда нужны были деньги там... А, допустим, первые там месяцы, я считаю, ничего не зарабатывала в этом агентстве недвижимости. Я только когда флористом стала работать, то в ночь я стала зарабатывать по чуть-чуть. А так... Ну вот. И так что я сейчас закрываю эти долги. Но я нисколько не жалею. Я нисколько не жалею ни об одном дне и ни об одном рубле, потраченном там. Я не жалею. Но там, конечно, дорого. Даже ритейл там дорогой. То есть то, что к чему... Даже вот... Я сейчас вообще в шоке так все подорожало. То есть теперь у нас везде ритейл стоит. Сколько же в Сочи стоил? То есть, представляешь, сколько в Сочи стоит? Я не знаю. Та же пачка сигарет, та же булка хлеба и молоко. Я не знаю, короче. Вот. Но все равно я скучаю. У меня прям климат. То, что нужно. Потому что я прям из-за климата готова. Но цены все дороже и дороже. Я тут зашла в чаты, в телеграм по недвижимости. Сколько стоит там снять? Там даже не квартира, а апартаменты. Вот. Ниже 30 в месяц. Ну, 29 нету. 29 плюс коммуналка около трех. Ну, короче, ниже этой суммы вообще нету. Нет, может, сейчас просто перед Новым годом. Но с такой суммой у ребят уже проще, значит, посмотреть Абхазию. Пускай там меньше, я не знаю. Проживать можно в Абхазии. Работать и жить там, тусоваться можно в Сочи. Если вы не верите, я закурю я с этого, с холода. Ну, вот. Так что про Сочи я вам сказала. Про письмо. Про ритуал письмо я вам сказала. И это я вам так до информации. Я не знаю, будет кто-то это сделать, не будет. Я так делаю. Я так сделаю. Я потом вам отчитаюсь, покажу эту открытку. По работе я ушла в ритейл, потому что ритейл не русский. Вот. Я ушла туда, потому что сейчас кризис. И в такой ситуации, в которой оказалась Россия, сейчас надо быть ближе к ритейлу. Но это лично мое мнение, лично мой расчет, лично мое видение. И плюс ко всему, мне это интересно. Вот. Просто в будущем, если что, если я вдруг окажусь в каком-либо другом городе, не важно, русском, не русском, я смогу найти спокойно, но вот так работаю. В ритейле, в местном. Вот. Поэтому на это расчет. Поэтому я пошла в ритейл. Вот. Плюс даже вот эти вот скидки типа на продукты меня не интересуют сильно. Ну, может быть, скоро будут интересоваться такими ценами. Я не знаю. Вот. Сейчас я занимаюсь тем, что в выходные я готовлюсь к Новому году. Ну, блин, я уже на 12 минут наговорила тебе. В общем, в выходные я готовлю дачу к Новому году. Будние там я работаю. Все интересно. Вот. По поводу личного я вернулась в семью. Мы с бывшим помирились. Вот. Не знаю, как это все будет. В общем, планы кое-какие есть. Но, опять же, все зависит от того, что у нас будет в стране. Я не знаю. Пока что мы живем так, как Господь дает. Вот. Дал Господь день. И слава Богу. Прожили. Сделали дело. Не просто так прожили. Слава Богу. Вот. Так что я желаю всем хорошей подготовки к Новому году. Всем, кто вдруг, кто оказался на территории нашей, ну, на приграничной территории, я всем желаю. Там кто-то в плену, не дай бог, кто ранен. Господи, я желаю вам терпения, мальчишки. Я желаю всем, чтобы все были, Господи, живы. И мы должны быть тоже более терпимее, что ли. Надо прощать, надо. Не мы распоряжаемся. Распоряжаются, как ты же сказала. А, Муратов у Дудя сказал. Старики в памперсах распоряжаются нашими жизнями. И никому молодым проходу не дают. То есть ты не сможешь, пока они. А теперь я по-другому скажу. Нахуевер тебе? Теперь пускай это они все и разруливают. Это они все намутили за 20 лет. В общем, ну, конечно, не в нашей экономической ситуации кому-то объявлять войну. Ладно, это все мое личное мнение. Никого оно не касается. Это просто мое личное мнение. Вот, ну все. Всех пишите мне комментарии. Я на все отвечаю. Буду рада услышать ваше мнение. Что думаете, что как. Желаю всем благополучия. Хорошо, к Новому году. Я попозже еще к вам выйду в эфир. Покажу, что я сделала. С письмом. И, не знаю, может, дома покажу, как я все преобразила. Вот, ну все. Всех рада была. Буду слышать и видеть, и пишите. И не пропадайте. Пока. Держитесь. Все держитесь. Чтобы все было хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok